Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадио компания Щелкова программа Диалог. С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня начальник управления потребительского рынка сферы услуг и вопросов рекламы администрации городского округа Щелкова Тарас Эйсмант. Здравствуйте, Тарас Петрович. Добрый вечер. Мы с вами встречались в этой студии ровно год назад. Год с небольшим год. Год и 12 дней, я так прям точно почитал. Но, тем не менее, за этот год много изменений произошло у нас в бывшем районе, теперь уже ныне в городском округе. Наверное, и в работе вашего управления тоже какие-то изменения произошли. Если можно, вот коротко о том, как изменилась работа управления за минувший год. Ну, Сергей, основные задачи, которые стояли перед нашим управлением, они так и остались. Единственное, произошли небольшие уже штатные изменения, в связи с чем в мое управление вошел отдел сельского хозяйства и предпринимательства и промышленности, который занимается вопросами развития сельского хозяйства, вопросами связи с промышленными предприятиями. Соответственно, добавилось некоторый спектр задач. Ну, а как развивается малый и средний бизнес у нас сейчас? Тенденции к увеличению, так скажем, предприятий? Хотелось бы сказать о том, что малый и средний бизнес, конечно, терпит не самые лучшие времена, потому что в большинстве своем крупные сетевые маркеты и магазины, они занимают лидирующие позиции, но существует поддержка со стороны правительства Московской области малого и среднего бизнеса. Это в части компенсации для предприятий закупленного оборудования, предоставления земельных участков и те сельготы, которые предусмотрены на уровне Московской области. Ну, бизнес развивается и новые направления предприниматели ищут. У нас наиболее востребованы сейчас объекты общественного питания. Не всегда достаточно их в нашем округе размещено, в том формате, например, как столовые какие-то простые. Ну, предприниматели обращаются, стараемся им помогать, консультировать, строить какие-то бизнес-модели, для того, чтобы они могли развивать свой бизнес у нас в округе. Ну, вот вы сказали, да, наиболее популярное направление предпринимательской деятельности – это общий ПИД, так скажем. Да, в основном общий ПИД. Ну, а остальные, я имею в виду сферы услуг, служба быта, да, как вы ее раньше называли, те же парикмахерские, салоны. Служба быта, да, у нас достаточно широко представлены, это и дома быта, это и различные парикмахерские, салоны. Они как были, так они остаются востребованными. В принципе, люди привыкли к той локации, которая находится на территории округа. И я думаю, что предпосылок к уменьшению данных объектов у нас нет. Ну, вот, пример, да, два новых микрорайона, я просто каждый день езжу на работу с работой мимо финского Богородского, да, и сейчас тенденция такая, да, в новостройках у нас первые этажи все, как говорится, жилые помещения, да, и новые вывески появляются, как грибы после дождя. Насколько просто вот так вот, как говорится, занять помещение предпринимателю? Ну, занять помещение, первый этаж находится в частной собственности, как правило, либо у застройщика, либо у каких-то физических или юридических лиц. Это прямые договора аренды на данные помещения. С точки зрения размещения там объектов наружной рекламы информации, мой отдел контроля за наружной рекламой именно этим вопросом и занимается. То есть, это сейчас можно реализовать достаточно просто через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Услуга бесплатная и при заполнении определенных форум, подгрузке их на портал, получается человек согласования, заявитель, ну, в течение 30-40 дней по регламенту. Буквально совсем недавно, 26 мая, мы отмечали День предпринимателя Московской области. Через несколько дней после этого праздника была организована выставка товаров, которая производится у нас в районе. Мы снимали, естественно, этот репортаж, и исполняющий полномочия главы округа Сергей Викторович Горелов посетил эту выставку. Я предлагаю сейчас посмотреть этот репортаж, немного в сокращенном виде. Я сознательно убрал оттуда крупный бизнес, предприятие крупного бизнеса, которое тоже у нас на территории находится. А посмотрим, что представили производители, так скажем, малого и среднего порядка. Давайте посмотрим. Заметный вклад в развитие городского округа вносит малый бизнес. 310 предприятий, относящихся к малому производству, и более 9 тысяч индивидуальных предпринимателей, оказывают самые разные услуги населению и бизнесу, создают материальные блага в химической, текстильной, пищевой промышленности, занимаются переработкой молока. Какой сыр вы сейчас держите в руках? Что это такое? Сыр? Это полутвердый сыр, фермерская гауда. Наша гауда по старинной голландской технологии мы делаем. Сколько она весит? Головка 5 килограмм, ну чуть больше может быть. Голландцы делают 10, 5 и 3. У них основные вот такие сыры, мы тоже так же. Мы остановились, формы у нас 5-килограммовые. Ведущие предприятия показали свою продукцию на промышленной выставке, посвященной предпринимательству. Успехи предприниматели отметили на торжественном приеме в районном культурном комплексе. Говорили о том, что бизнес, производство и инвестиции – основа развития и благополучия любого муниципалитета. В 2018 году на территории городского округа Щелково было создано около 2 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. А это почти 5 тысяч рабочих мест и общий объем инвестиций в промышленность составил около 8 миллиардов рублей. Бизнес, промышленность, инвестиции – это основа благополучия любого муниципалитета. Какие цифры, которые Сергей Викторович назвал, насколько увеличилось число рабочих мест за истекший год? Какие есть данные? Сейчас не готов сказать по количеству рабочих мест, но… Ну, по количеству предприятий, может быть, новых. Открылось у нас два крупных предприятия сетевых магазина. Это в деревне Гребнево и в деревне Медвежье озера, которые имели небольшой дефицит с предприятиями торговли именно такого формата. Сейчас в ближайшее время у нас откроется новый магазин «Пятерочка» в микрорайоне «Жигалово», потому что там не было сетевых магазинов, и жителям этого микрорайона приходилось ездить в «Глобус», то есть через мост. Да, и в пробках стоять. Ну, это были большие неудобства, но сейчас вот частный застройщик строит магазины, мы надеемся, что данный вопрос мы снимем, будет людям много удобнее. Опять же, нельзя забывать о тех магазинах шаговой доступности, которые, как вы сказали, открываются на первых этажах многоквартирных жилых домов. Как правило, это и магазины, вот широко распространено магазин «Вкус Вилл», где продается молочная продукция, продается достаточно хорошего качества фермерская, да? Магазины хозяйственного направления, хостовары и кафе-магазины. Вот если говорить, да, о конкуренции, наверное, да, слово такое все-таки можно употребить, да, сетевых магазинов и магазинов в шаговой доступности, да, которые действительно в жилых домах открываются, вот насколько реально вы держите конкуренцию эту? Ну, конечно, частному предприятию, несомненно, сложно, и мы слышим от предпринимателей эти сложности, но в рамках нашей свободной рыночной экономики сложно конкурировать тем. Но люди стараются, люди ищут какие-то новые направления, новый формат продукта, который они реализуют. Ну, а если можно более подробно, вот в чем заключаются эти новые форматы? Сложно сказать. Вот один из предпринимателей открыл в микрорайоне Богородский как раз магазин по реализации осетинских пирогов. Вот, он сам производит, сам продает и сам, как говорится, знает этот вопрос от начала. Имеет сложность, да, именно сложность с реализацией, то есть помогаем ему с точки зрения рекламы, через соцсети, даем информацию об его магазине, но работает, вроде пока ничего получается. То есть нужен интересный продукт, не всегда он будет востребован, конечно, нашими жителями, но люди пытаются какую-то изюминку себе придумать. Ну, вот я могу сказать, даже, пускай это небольшая, может быть, реклама будет, был я в этом магазине, могу сказать, что помимо осетинских пирогов, там совсем недавно появилось еще мороженое. Причем мороженое не в пачках, как мы привыкли брать, да, в тех же сетевых магазинах, а мороженое такое вот, как можно же, шарики на выбор взять. Конечно, ну, взять и пользуется спросом, по крайней мере, вот сейчас в жаркие дни. Ну, предприниматель, да, нашел новую сезонную фишку и ее пытается продвинуть на рынке. И вот, я не знаю, в продолжение темы, может быть, тех же сетевых магазинов, обращаю внимание, что вот в разных районах, ну, даже одного города, именно города Щелково, допустим, магазины одной сети, да, почему-то работают... У них разные часы работы. Ну, вот, скажем, Пятерчика здесь недалеко от нас, на Толстинской улице, работает с 9 до 10 вечера или до 11, да, а в том же микрорайоне Чкаловский, там, наверное, работает или до 12, или чуть-чуть не круглосуточно. Вот кто устанавливает режим работы? У каждой сети есть свой региональный представитель, который рассматривает, как говорится, целесообразность временного режима работы, вплоть до не только временного режима работы, вплоть до того, что и товарного ассортимента, товарного перечня, то есть это достаточно серьезную работу проводит, вот, допустим, я точно знаю, что Пятерочка, перед тем, как открыть магазин, они проводят исследования о количестве проживающих, покупательской способности, о том, что какие товары наиболее востребованы. И уже непосредственно предприятия решения об открытии магазина, они формируют какой-то вот бизнес-план на его функционирование. Поэтому, может быть, и от этого зависит и время работы, и ассортиментные перечени, и все остальное. Ну, а вот предприятия малого, среднего бизнеса занимаются такими вопросами или нет? Ну, естественно, они предполагают свои траты, предполагают свою выручку. И, в принципе, наша торгово-промышленная палата оказывает юридическое сопровождение и помощь в реализации каких-либо стартапов. То есть, помогают, да. Сложно, сложно нашим предпринимателям, но мы стараемся помочь, торгово-промышленная палата консультирует. В чем эта помощь заключается? И с какими вопросами чаще всего обращаются? Ну, к нам в основном обращаются с вопросами размещения нестанарных торговых объектов на территории, открытия каких-то магазинов в жилых домах. Ну, это мы сразу пытаемся осуществить контакт с собственниками помещений, чтобы заключить договор. А по поводу нестанарных торговых объектов, ну, у нас существовала схема в городском поселении Щелково для размещения нестанарных торговых объектов. В связи с формированием городского округа мы сейчас проводим актуализацию схемы и разрабатываем схему на территории всего городского округа, включая бывшие наши все поселения. То есть после утверждения этой схемы мы будем понимать картину обеспеченности каждой территории этими объектами с учетом перечня услуг необходимых и перечня направления деятельности каждого объекта. А впоследствии, после утверждения схемы, в ходе открытого аукциона будут распределены места для собственников. Кто в открытом аукционе победит, тот и будет иметь право на заключение договора на размещение. Ну, вот как раз на эту тему у нас есть еще один видеосюжет, тоже недавно совсем снимали. Естественно, это была работа вашего управления, ликвидация незаконных, нестанциональных торговых объектов. Вот два из них было в микрорайоне Мечкаловский, один в самом центре у нас на площади Ленина. Предлагаю посмотреть сюжет, и тогда продолжим разговор на эту тему. Давайте посмотрим. Павильон эпохи 90-х на улице Гагарина в микрорайоне Мечкаловский возник как грипп после дождя в сквере между деревьями. Местопроходное, точка работала с утра до вечера. Торговали без разрешения властей на земле, не предназначенной для этого вида деятельности. И, как говорят жители, не без нареканий. Во-первых, грязно. Во-вторых, обсчитывают. И, в-третьих, вообще должны быть цивилизованные палатки. Еще несколько часов назад здесь шла бойкая торговля, но шла она в нестационарном торговом объекте, который не соответствует требованиям. И вот сегодня, по решению суда, этот объект будет ликвидирован, и зеленая зона будет восстановлена. Выявляет самовольно возведенная конструкция межведомственная комиссия. В нее входят представители управления потребительского рынка, земельного комитета, имущественного комплекса округа, административно-технического отдела и депутаты. Если тот или иной нестационарный объект торговли не входит в систему размещения, то по решению суда самострои ликвидируют. Эти правила едины для всех, без исключения. Второй самовольно установленный павильон тех же торговцев демонтирован на улице Стефановского. В обоих случаях объекты признаны бесхозными и вывезены на утилизацию. По тем же критериям признана самостроем веранда кафе Трюм в центре города. Его владельцы не смогли представить в администрацию правоустанавливающие документы. К тому же веранда перекрывала собой тротуар. Торговать в городском округе разрешено в местах, отмеченных в схеме размещения, по результатам открытого аукциона. Тарас Петрович, давайте начнем с конца, наверное. Вы уже упомянули слово «открытый аукцион». Как он проходит вообще и насколько легко принять в нем участие? По требованиям Министерства потребительского рынка электронный аукцион будет проводиться у нас с этого года. Поэтому каждый должен быть зарегистрирован на электронной площадке, иметь электронную цифровую подпись и стандартную процедуру участия. То есть сложностей, я думаю, никаких не будет. Это много проще, чем аукцион, проводимый в ручном формате. Ну, теперь вернемся к НТО, а не стационарным торговым объектам. То, что мы посмотрели, насколько сложно так вот довести это дело до конца, я имею в виду. От, наверное, момента выявления незаконной торговой точки до полной ее ликвидации. Ну, как было сказано в сюжете, у нас существует на территории городского круга специальная международная комиссия по выявлению незаконно установленных торговых объектов. После выезда на место комиссия актирует данный объект, осуществляет замеры, все необходимые площади. И далее проводится нашим управлением работа по установлению собственника. Направляются запросы в правоохранительные органы, в госадом технадзор. В случае неустановления собственника, как правило, это так и бывает, мы передаем документы в юридическое управление, которое направляет документы в суд. После вступившего в законную силу решения суда о признании объекта незаконным, администрация наделяется правами по его демонтажу. И далее у нас в рамках заключенного муниципального контракта подряд организации осуществляет демонтаж данных торговых объектов. Они демонтируются и перемещаются на площадку ответственного хранения, чтобы в случае выявления собственника, собственник мог обратиться с правоустанавливающими документами на данный объект и его забрать с данной площадки, соответственно, оплатив демонтаж и хранение данного объекта. Но чаще всего, наверное, собственник не объявляется. Как правило, мы ведем работу с нестационарами, как установленными законно в схеме, так и незаконно, именно с хозяйствующим субъектом. То есть, как правило, имеется какой-то собственник у этого нестационара, ну и он сдается в аренду какому-то индивидуальному предпринимателю, как правило, или физическому лицу. Соответственно, мы работаем с физическим лицом и выявляем в процессе направления запросов и опросов у собственников. То есть, как правило, с арендатором, да, и впоследствии, кто там внутри находится? Да, конечно, как правило. Ну, а вот сроки, да, вот мы не сказали, от момента выявления до полной ликвидации примерно? Ну, примерно, если нет никаких конституционных производств в суде, то, как правило, у нас уходит месяц на получение всех ответов на направленные запросы, после чего направляется материал в суд, и в течение двух месяцев, наверное, у нас получается решение суда, если нет никаких там юридических сложностей в данном вопросе. Ну, как правило, это 3-4 месяца. Ну, вот возвращаясь, опять же, к этой теме, все-таки, само понятие, да, нестационарный торговый объект. С какого момента объект становится стационарным? То есть, если он имеет фундаменты? Да, конечно. То есть, мы уже видели, да, как там достаточно сложное сооружение было, да, сварная конструкция, стены и так далее. Ну, не имеет связи с землей в виде фундамента. То есть, в градостроительной политике есть понятие стационарного торгового объекта или просто стационарного объекта, объекта капитального строения. А нестационарный объект, ну, грубо говоря, то, что можно взять, поднять и перенести на другое место, не нарушив связи с землей. Ну, и такой вопрос, будут ли дальше развиваться эти торговые объекты, да, особенно, наверное, в местах массовой застройки, места все-таки там еще хватает. И будут ли они подвергаться какому-то единому стандарту, как, например, вот, я не знаю, в Москве очень тоже, помните, да, была кампания сперва по снесению всех ларьков, киосков. Потом сейчас вроде их собираются опять восстанавливать, но уже по единой форме. Вот у нас в Подмосковье такое направление есть. У нас на территории городского округа Щелково действует постановление об утверждении внешнего облика. Несомненно, мы будем подвергать его небольшой корректировке, потому что есть требования глав архитектуры Московской области о внешнем облике. Мы будем работать над улучшением его. И, несомненно, мы продолжим работу по тем объектам, которые у нас выявлены, которые находятся уже в суде. В соответствии, при получении решения суда о демонтаже, мы будем этот демонтаж проводить. Вот буквально у нас до конца этого месяца должно выйти 4 решения суда, по которым мы будем осуществлять тоже демонтаж тех объектов, которые признаны размещением незаконными. Ну, а если все-таки объект, так скажем, появился законно, да, но внешне он, так скажем, не радует глаз, мягко выражаясь, можно как-то повлиять на владельца? Несомненно, можно повлиять. Есть у нас сопоставление, как я сказал, о внешнем облике. Мы проводим такую разъяснительную работу и, конечно, просим, понимаем, что финансовые сложности есть, но, как правило, те объекты, которые замещены в схеме, они стараются вести свой бизнес честно и с соблюдением всех нормативных актов, которые существуют на территории. Чаще всего НТО – это что? Это все-таки продукты, наверное, да? Или что-то еще встречается? Ну, как правило, у нас основная масса – это цветы, продукты, напитки. Ну, я думаю, все. Табак, табак может быть, табак. Ну, много меньше стало, чем раньше было. То есть, условно говоря, каких-то мастерских по ремонту или парикмахерских нет? Нет, именно внестационарах нет, конечно. Были у нас мастерские по ремонту, но, к сожалению, не выдержали, наверное, сложной ситуации. Вот, к сожалению, закрываются мастерские по ремонту обуви, очень мало ремонтов часов. Ну, в принципе, у нас в планируемой схеме есть объекты с указанием специфики. Я думаю, что в новой схеме найдутся предприниматели, которые захотят именно занять то или иное место на конкретном адресном ориентире. Ну, возвращаясь к внешнему облику, к наружному облику тех, кто ведет свой бизнес, да, понятно, частные предприниматели, очень много нареканий, наверное, вызывает наружная реклама. Вот, если можно, я помню, и год назад, и еще проводилось очень много мероприятий в вашем управлении, именно по ликвидации незаконной рекламы. Сейчас вот мы, правда, видео не можем проиллюстрировать, она немножко устарела. Но вот сейчас, как часто встречаются такие случаи? Ну, они встречаются, как правило, это связано с вновь открывающимися объектами именно в домах, потому что нестационары у нас, в принципе, все, в той или иной мере, они приводятся к единому стандарту по размещению, средств размещения информации. Тут я сразу дистанцируюсь от рекламы, потому что рекламу, мы считаем, это отдельно стоящей конструкцией. А именно с точки зрения средств размещения информации, ну, вот в прошлом году у нас было 8 альбомов по основным улицам города. Это только в городе Щелково? Да, только в городе Щелково было 8 основных улиц, где совместно с глав архитектурой были, значит, обозначены болевые точки, те или иные вывески, которые требовались замены. Ну, вот если взять, допустим, Пролетарский, Проспект Алсийский, все жители, я думаю, увидят, что облик преображается. На место некондиционных конструкций приходят световые буквы объемные с подсветкой. Это делает и привлекательный бизнес, и, ну, сами понимаете, световая конструкция, она видна издалека и, как говорится, работает на предпринимателях. Вот, постепенно мы демонтируем. В этом году тоже работа, это продолжится. У нас в этом году будет немножечко поменьше. Две, наверное, улицы будут также отдефектованы, так сказать. И мы эту работу продолжим. Но вместе с тем, в ходе мониторинга еженедельного мы выявляем объекты, которые не соответствуют требованиям глав архитектуры Московской области по размещению. Выдаем предписание на демонтаж. Консультируем предпринимателей, как правильно зарегистрировать конструкции. Ну и, как я раньше сказал, уже это все в электронном формате, достаточно удобно и бесплатно можно получить эту услугу. Ну, возвращаясь, вот эти электронные щиты, наверное, все-таки это для предпринимателя дороже пользоваться такой рекламой, чем разместить просто какую-то перетяжку или транспарант, так скажем. Я не думаю, потому что с учетом анализа имеющихся ценовых предложений, ну, во-первых, хочется сказать о том, что перетяжка какая-то, размещенная на баннере, она незаконна раз априори, да. В соответствии с нарушением законодательства, Госантехнадзор или наша административная комиссия может выписать административный штраф. Штрафы достаточно значительные. То есть, в принципе, размер штрафа для индивидуального предпринимателя будет с измерим изготовлением нормальной световой конструкции. То есть, тут надо взвесить, готовы ли заплатить штраф, или за эти же деньги вы можете сделать и средство размещения информации, которое будет работать на вас, и работать тот срок, который вы получите разрешение. Как правило, это пять лет. Ну, я просто помню случай, когда мы совместно с вами действовали как раз по размещению незаконной вывески на парковой улице, открыли парикмахерскую, если я ошибаюсь. Да, парикмахерскую, да. Да, и вот как раз у них вывеска была узаконенная, но они, видимо, только что открылись и, как это любят, повесили. Мы открылись, заходите. И вроде как никому там, конечно, никаких окон не закрыли, но, тем не менее, жители местные жаловались, что вот что-то такое, испортили фасад дома. Хотя, понятно, это был нестационарный плакат. Ну, тем не менее... Ну, он был установлен с нарушениями, Сергей, эти плакаты были как раз на окнах, что запрещено, в принципе, регламентом Московской области размещения вот этих информационных... А, на окнах парикмахерской, правильно? На окнах парикмахерской, да. Ну, и вот мы буквально... Ну, оперативно отработали собственнику, мы направили данную информацию, он оперативно все снял и, в принципе, восстановил статус-кво. Ну, я думаю, мы еще вернемся к разговору о рекламе, размещении рекламы, так скажем, в другом понятии, после небольшого перерыва. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник управления потребительского рынка сферы услуг и вопросов рекламы администрации городского округа Челкова Тарас Айсмант. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Звоните 567 1440, 567 1450. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник управления потребительского рынка сферы услуг и вопросов рекламы администрации городского округа Щелкова Тарас Айсмант. Еще раз добрый вечер, Тарас Петрович. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567 1440 и 567 1450. Звоните и задавайте свои вопросы. Продолжим наш разговор о тех изменениях, которые произошли в течение года в работе вашего управления. Одно из новых направлений поддержки малого и среднего бизнеса – это открытие так называемых коворкинг-центров. Целых два у нас открылось уже в Щелкове. Это на первом советском переулке бизнес-центр Славия и коворкинг-центров здания Сбербанка на Пролетарском проспекте возле Голоса. Насколько востребованы они сейчас? Ну, коворкинг-центры – это очень интересный формат, пришел к нам из-за рубежа. Чем они интересны? Они предоставляют рабочие места для предпринимателей за сравнительно небольшие деньги. То есть, допустим, коворкинг-центр бизнес-центра Славия, который «Среда Спейс» называется, размещен. Средний офис на два рабочих места с учетом интернета, бесплатного пользования водой, напитками, чаем. Но в некоторой зоне такое питание тоже бесплатно. Я думаю, выходит около пяти тысяч рублей. Это достаточно дешево. В месяц? В месяц, да. Это достаточно дешево по сравнению с бизнес-центрами, которые арендуют за более крупные суммы деньги. И опять же, формат коворкинг-центра предполагает не аренду офиса, а аренду просто рабочего места в открытом пространстве. То есть, это может быть кресло, стол. Человек может прийти со своим ноутбуком, подключиться к сети, поработать, заплатив вообще почасовая оплата. Достаточно приемлема для и студентов, и для молодых предпринимателей, которые какие-то стартапы поднимают. Чем это здорово? Это объединяет людей с новыми идеями, с новыми проектами. И они начинают между собой взаимодействовать. Получаются достаточно интересные вещи. Именно на базе бизнес-центра Славия, Среда Спейс, там очень интересная атмосфера. И очень такая домашняя, дружелюбная. И люди туда тянутся. Насколько мне известно, что мест свободных там практически нет. Но, тем не менее, какие направления там? Вот вы говорите, разные люди встречаются, объединяются, что-то обсуждают. Чем они вообще занимаются? Ну, это просто офис, так нам понимают. Ну, это просто офис, да. Но вместе с тем, там, можно сказать, начиная от салона красоты, парикмахерской, магазина винтажной одежды, корм для собак, производство каких-то фурнитуры мебельной. То есть, достаточно широкий спектр и производственных процессов, и услуг, и сектора красоты, как говорится, там очень широко все представлено. Вплоть до того, что там и в этом же здании есть и детская комната сыгровая. То есть, там так все здорово реализовано, что, допустим, папа может прийти, пойти там в ту же баню, в славянские бани, или в спортзал фитнес. Мама может там пойти в салон красоты, а ребенок в это время там остается в детской комнате и с ним занимаются специальные педагоги. То есть, это именно точка притяжения у нас в округе, куда люди идут, и, я думаю, будут идти еще больше. То есть, это не просто место работы, так скажем, офисных служащих, да, это, опять же, центр по оказанию разного доступа. Да, это даст вплоть до того, что это даже досуговое центр, наверное. Возвращаясь, опять же, к бизнес-центру Славия, да, и, в частности, вот, вы сказали, Среда Спейс, не так давно снимали мы тоже один интересный арт-проект, как его назвали. Тринити Парк. Давайте сюжет посмотрим, да, прокомментируйте. Предприниматели разного профиля, а также представители от администрации городского округа Щелково собрались в каворкинг-центре Среда Спейс, чтобы рассмотреть и проанализировать возникшую у них идею создания инновационного центра. Это место по замыслу инициаторов должно стать зоной притяжения людей разных возрастов и социальных групп. Бизнес-центр Славия может стать той самой площадкой, на которой в недалеком будущем и разместится арт-объект. Тринити Парк будет многофункциональным, включающим в себя всевозможные виды отдыха, занятия спортом, оздоровительные тренинги, творческий досуг, а также предпринимательство, коммерческую и деловую деятельность и многое-многое другое. У нас три нити. Первая нить – это нить здоровья, ну потому что активное долголетие, которое должно привести к активному долголетию. Вторая нить – это творчество, креативное, должна привести к капитализации культуры. Наша страна настолько богата культурой, что ее нужно в мире капитализировать. Все помнят и знают наших писателей, художников, музыкантов. Тот же Китай не может этим поквастаться. Ну и безусловная третья нить – это экономика, потому что все равно должно иметь экономический смысл. Кириллотный проект – это всегда очень круто, очень здорово. И это новый, уникальный опыт. И на самом деле это новые механизмы, новые возможности для бизнеса и для общения. И вообще по возможности изменить среду. – Сказал. – Тарас Петрович, прокомментируйте, кто придумал Тринити Парк, этот проект. Мы видели молодых людей. Откуда они взялись вообще? – Ну, компания Тринити, она стояла у истоков превращения старой заброшенной этой фабрики, которая на Первом Советском переулке у нас расположена. И постепенно, постепенно из-за просто аренды помещений люди пришли к тому формату, что именно создать точку притяжения для людей, в принципе, что уже частично реализовано. А Тринити Парк – это такая история интересная и с искусством связанная. Это будет в планах у управляющей компании создать некую парковую зону с выходом на набережную, где размещать арт-объекты, какие-то выставки, какие-то демонстрации народного промысла, то есть какую-то интересную историческую, художественную культуру туда привить. И отрадно, что эти предприниматели, они развивают этот объект, и мы наблюдаем, что он месяц за месяцем становится все интереснее. Я думаю, что большое будущее у этого проекта. И хочется сказать слова благодарности Владимиру Астрианскому, который управляет данным комплексом. Он прям поотически относится к каждому адрендатору, знает каждого по имени в лицо и всячески оказывает содействие и в работе, и в общении, и в решении каких-то вопросов. То есть там создалась такая обстановка, что полный спектр услуг можно получить, вплоть до того, что там открыта и столовая, и кофейня, и баня там есть, и спортзал, и детская комната, как я уже говорил. То есть, в принципе, каждый человек, придя туда, может получить тот интерес, который он имеет. И сейчас вот хороший был тоже сюжет. Снимали там в одном из помещений данного комплекса был открыт дом быта. Дом быта так форматируется, именно там комплекс по бытовым услугам. Сейчас туда заезжают арендаторы многие, еще есть свободные места. Но именно та история, там, ремонт, ремонт часов, там, те вот бытовые услуги, которые у нас недовостребованы в городском округе, они будут локализованы в одном месте. Я думаю, с развитием этого Тринити-парка, этого пространства, этот объект, ну, станет одной из основной точкой притяжения нашего города. Ну, вот мы слышали, да, здесь, наверное, некоторая игра слов присутствует, да, компания Тринити. И то, что мы слышали в сюжете, да, нам обозначили три нити. Тринити, это, значит, первая нить, это, ну, ближе к спорту, да, активное, долголетие. Нет, это здоровье, это примитивная медицина, там очень серьезный блок примитивной медицины, то есть... Ну, это профилактика, то есть. Не лечение, а профилактика, да, я думаю, там будет представлено хорошо, и достаточно там серьезные люди этим занимаются, которые известны у нас в России, да, по примитивной медицине, соответственно, экономику они не забывают. Ну, вот я говорю, как объединить коня и трепетную лань, да, экономика, медицина... Там сложно, там работают... И искусство еще, третья нить. Да, там работает специальная команда, которая занималась подобного рода проектами, и что очень приятно, что один из первых таких Тринити-парков будет именно у нас в Щелково. Ну, насколько я знаю, в области вообще такого ничего. В области аналогов нет, нет и пока не будет, наверное. Ну, а сам парк-то, вот я тоже помню, там предполагается площадью чуть ли не до пяти гектаров, это, вы сказали, с выходом на набережную? Ну, это... Район Соболевке, вот так же, да, то есть где Славия, да, и туда к реке. За фабрикой туда, к реке, они планируют там все благоустроить за счет инвесторов частных и привести это в нормальный, благоприятный вид. Что за люди вот эти вот, вы говорите, творческие люди, да? Или они кто больше, экономисты? Вы знаете, я думаю, все-таки творческие, потому что доля, большая доля креатива в этой команде присутствует, но нельзя сбрасываться с счетов, что люди просчитывают все возможные варианты, все выгоды. То есть нельзя сбрасываться с счетов в экономическую, конечно, составляющую. И большой, конечно, как я уже сказал, большой упор именно на превентивную медицину, на поддержание здорового образа жизни, на фитнес, на спорт. Немножко давайте сменим тему. В начале нашего разговора вы упомянули о тех изменениях, которые произошли в вашем управлении за минувший год. В частности, то, что вошел туда отдел промышленности, инвестиций и сельского хозяйства. Может быть, это не так давно произошло, наверное. Но, тем не менее, не будем сейчас говорить про промышленность, опять же, да, все-таки ближе тема, да, у нас малый и средний бизнес. Но вот про сельское хозяйство хотелось бы немножко поговорить и посмотреть еще один видеосюжет. Не так давно у нас проходил выездной сельский час, тоже некое новое направление в деятельности администрации городского округа. Это выездной сельский час с участием замминистра сельского хозяйства Московской области. И там же опять присутствовали фермеры, так будем говорить, да, те, кто ведет сельское хозяйство в нашем уровне. Давайте посмотрим, продолжим тему тогда. Сельский час, совещание под таким названием проходит уже в третий раз. И теперь оно было выездным. Сотрудники профильного отдела администрации городского округа провели его в головном отделении Щелковского колледжа. Замминистра сельского хозяйства Подмосковья Вячеслав Леонов рассказал о действующих в регионе мерах господдержки сельхозпроизводителей. Естественно, один из главных вопросов для фермеров – возможность приобрести или арендовать, причем по приемлемым ценам, землю, необходимую для работы. Региональное правительство и муниципалитеты будут в этом помогать. Это является важнейшим направлением деятельности властных структур, отметил замминистра. Мы провели инвентаризацию сельхозземель всей Московской области, в том числе земель на территории городского округа. И мы сейчас активно предлагаем фермерам взять бесхозные земли, земли так называемые неразганиченные государственные собственности, в обработку. И помочь нам выполнить поручение губернатора о вводе всех земель в оборот до 2021 года. Сельский час для фермеров – это еще и возможность показать, какую продовольственную продукцию они предлагают оптовикам, что поставляют в магазины. Наш грибной комплекс Подмосковья находится в Щелковском районе, в деревне Долгая Ледова. Мы занимаемся выращиванием свежегрибов шампиньонов уже порядка пяти лет. На нашей ферме работает около ста сотрудников. Хочется, конечно, развиваться. На месте мы стоять точно не будем. У нас крупный рогатый скот – это коровки, молочные направления. Производим мы молоко и всю молочную продукцию. Весьма богатый ассортимент нам показали, хотя, конечно, это не все, что там было представлено на этой выставке. И так солидное производство. Как часто появляются у нас новые фермерские хозяйства? Ну, как правило, игроки на рынке фермерского хозяйства, они сохранятся уже у нас в течение многих лет. Как было представлено, это вот КФХ Ларина. И сыровары у нас представлены, производство грибов. Достаточно давно, уже пять лет до существует, как было сказано в сюжете. Ну, вот буквально, наверное, месяц назад приезжали отец с сыном в управление ко мне по вопросам согласования каких-то объектов наружной рекламы. И вот они занялись разведением овец и планируют еще что-то там на земельном участке, который они арендовали. Еще какие-то направления деятельности. То есть это достаточно интересная для людей история, которую они пытаются реализовать. И она очень востребована, потому что продукт действительно качественный. Продукты вполне конкурирующие с крупными производственными производителями. Это молочка, я говорю. Я говорю о сыре, который вот был представлен сыром Гауда. Гауда сыровар у нас есть, это входит он в группу, забыл название. На Чкаловской. Да, на Чкаловской. Это сыроварня и достаточно качественный, вкусный сыр. Я думаю, он будет конкурировать с импортными сырами. Ну, а другие направления какие-то развиваются? Сельского хозяйства. Ну, вот помимо, вы сказали, да, овца теперь у нас будут. Что-то еще? Нет никаких идей, да, людей. Ну, просто применительно к тому, что, да, эта мысль прозвучала из уст замминистра, да, что достаточно много у нас бесхозных земель и какую-то помощь будет оказывать и региональные власти, и муниципальные. Вопрос. В приобретении, ну, как, не знаю, в аренде, наверное, да, этих земель. Ну, да, вопрос по привлечению земель с хозяйственной оборотом стоит достаточно остро, и это такой важный показатель. Вот именно профильный отдел у меня этим вопросом занимается. Есть планы по вовлечению, но это, опять же, предприниматели должны понимать, что они с этой землей будут делать, как это будет. Или это выращение какой-то сельскохозяйственной продукции. Это или использование в качестве пастбищ для крупного рогатого скота. То есть есть меры поддержки, которые на уровне министерства сельского хозяйства оказываются и будут оказываться. И для этого наш отдел как раз осуществляет коммуникацию предпринимателей, которые планируют заниматься сельским хозяйством с профильным министерством. И уже наведение мостов, там, получение каких-то преференций будет рассматриваться с участием отдела сельского хозяйства. — Тарас Петрович, еще одна тема, которую, конечно, никак мы не можем обойти вниманием, хотя, в общем, достаточно она так непопулярна. Я имею в виду организация оказания похоронных услуг, поскольку это компетенция тоже вашего управления была. Если можно, я знаю, какие-то у нас изменения произошли за минувший год. Так скажем, получение разрешения на погребение и так далее. — Да, ранее занимался мой отдел, отдел по вопросам погребения. Но полномочия были с начала этого года переданы муниципальному казенному учреждению и централизованной ритуальной службе. И теперь все вопросы по вводу разрешения на захоронение, по вводу разрешения на установку домогильных сооружений, получается именно там, это на улице Заречной, недалеко от автоколонны. Туда можно обратиться в случае необходимости и получить те услуги, которые раньше оказывало наше управление. Вот, в принципе, основной момент, который произошел с изменением. И изменилось, конечно, курирующее наше министерство. Если ранее это курировало Министерство потребительского рынка и услуг, то в настоящий момент на уровне Московской области это курирует Главное управление региональной безопасности. Ну, тем не менее, еще, наверное, свежи в памяти, да, вопрос, которым вы занимались. Просто у нас от городского округа, да, ушли несколько кладбищ в связи с тем, что территория перешла в городской округ Лосино-Петровский. Хватает ли нам места сейчас для того, чтобы хранить умерших? Да, ну, в связи с изменением границ городского округа у нас действительно перешло в Лосино-Петровский три кладбища. Это кладбище Ливоних, кладбище Улиткина и кладбище Митянина. Они были открыты и рабочие. На текущий момент у нас осталось 22 кладбища, которые нас обслуживают именно муниципальные казенные учреждения по содержанию. И, да, несомненно, мы испытываем дефицит мест захоронения, ведем работу в поиске новых мест. Потому что, к сожалению, сейчас ближайшие открытые кладбища, которые находятся на территории городского округа, расположены в городе Фрянова. Ну, теперь же поселение Фрянова. И, ну, я думаю, жителям будет неудобно, да, хранить своих близких в такой удаленной территории. Ну, работа ведется, мы ищем, но, к сожалению, это не так все быстро делается. Ну, чтобы нас такой печальной ночи не заканчивать, Нараз Петрович, я помню, год назад, мы с вами, правда, уже не в эфире говорили, да, так скажем, о возможных новых направлениях, да, малого и среднего бизнеса. Вот, я помню, была идея такая, организовать некий блошиный рынок, например, да. Какие-то новые направления в бизнесе мы генерируем. Ну, блошиный рынок, история такая, она еще находится в состоянии реализации, потому что подбираем тех предпринимателей, которые достаточно такой узкий специфический спектр. Ну, новые направления даже не могу придумать. Может быть, у нас появится что-нибудь в сфере развлечений, наверное. Потому что и... Какой-нибудь аквапарк? Ну, не аквапарк, а мест досуга не очень много, куда пойти людям, а люди должны, в принципе, получать удовольствие от пребывания в городе. Ну, я думаю, что вот с развитием городского парка культуры там что-нибудь обязательно должно появиться, интересная какая-то фишка, чтобы люди туда еще и шли. Ну, буквально там, на прошлой неделе гулял по парку и с радостью обнаружил, что там роллер-дром какой-то построили недалеко от парка. Дети катаются на скейтах, на роликах, на самокатах. Это интересная история, да, молодежная, модная. И что-нибудь должно появиться еще и дальше, я думаю. Планов-то, конечно, много. Я думаю, предприниматели что-нибудь придумают. Ну, да, вот тот же Тринити парк, наверное, еще родит немало интересных. Ну, только начало там, большая территория, которая может вложить в себя все направления деятельности. Большое спасибо, Тарас Петрович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Остается пожелать только нашим предпринимателям успешной работы, чтобы были новые услуги, новые рабочие места, ну, естественно, и налоги в нашу казну, в наш бюджет. Спасибо еще раз. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был начальник управления потребительского рынка сферы услуг и вопросов рекламы администрации городского округа Щелкова Тарас Эйсмант. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»